Аэродром Раз кажется такой, благоустроенной и оживленной, эта территория была всегда. Но это только кажется. Еще лет шесть назад о том, что такое Боровая и где это находится, знал только очень узкий круг людей. Энтузиасты начинали с нуля. Здесь ничего не было. Здесь была просто пойма реки Аби. Здесь низменность, которая заливается в полуводье. Ну и в дальнейшем, в девятом году, были сделаны первые шаги в этом направлении. Начата была отсыпка полосы. Аэродром За шесть лет пустырь на Зайчьем острове превратился в полноценный аэродром. Взлетно-посадочная полоса длиной 800 метров и шириной 20, диспетчерская вышка, ангары под самолеты – все соответствуют российским и международным требованиям. То, как сегодня выглядит аэродром, это далеко не окончательный вариант. Он продолжает строиться. Это на сегодня, пожалуй, главная стройка на Боровой. Предполагается, что в этом здании будет аэровокзал, учебные классы, штурманская комната. В общем, своего рода штаб-квартира сургутских пилотов. Сургутским авиаторам сегодня можно гордиться не только тем, как развивается материально-техническая база клуба «Сургутавиа», но и профессионализмом местных пилотов. Они стали участниками авиашоу, пролетев в пилотажной группе на сверхлегких самолетах. Над зрителями пролетел весь парк аэроклуба. Это, например, Ан-2, Як-52 и 18Т, Су-29 и 31, Сесна-185. А вот легендарный «Дуглас-10-3» – самый массовый самолет времен Второй мировой войны. В России его больше нигде не увидеть. «Дуглас» – первый экспонат музея авиации на Боровой. Настоящие пилоты, как здесь шутят, могут летать на всем, что может летать, и с небольшими усилиями на том, что, в принципе, летать не может. Участники авиашоу на Боровой продемонстрировали особый класс пилотажа. Вот связанные друг с другом веревкой пролетают два Як-18Т. Задача пилота – влететь настолько точно и близко друг к другу, чтобы веревка не порвалась. А это уже настоящие трудяги. Российские самолеты Ан-2 называют именно так. Летчики использовали, похоже, все возможности этого самолета. Самолеты, которые сделали историю авиации нашей страны. Глядя в небо, кажется, что все делается легко и просто. На самом деле, для того, чтобы вот так, параллельно и максимально близко друг к другу пролететь, надо оттачивать технику кропотливо и долго. А вот Ан-2 буквально по вертолетному зависает над зрителями, открывая им свои неожиданные возможности. Посмотрите, какие уникальные возможности у этого самолета. Машина Антонова действительно по своим техническим характеристикам позволяет садиться практически на любую поверхность. Похвастаться этим могут далеко не все самолеты. Пролетел над сургутянами и реактивный самолет легкого класса или бизнес-джет Cessna Citation. Оказывается, и такие машины может принимать аэродром Боровая. Все понравилось. Второй раз уже в прошлом году были. В этом году вообще молодцы. Отличная организация и общепит, и шоу великолепное. Все отлично. Здорово. Мы тут всей семьей прекрасно проводим утро субботы. Настоящие асы и профессионалы своего дела. Настоящие мужчины. Настоящие мужчины. Организаторы молодцы. Почти все зрители снимают происходящее в небе. Такой характерный для времени гаджетов показатель популярности и востребованности подобного шоу. Я там был и собственными глазами видел, как летали знаменитые российские летчики Дмитрий Сухарев и Егор Щукин. На авиашоу они представляли свой аэроклуб КВС. Кстати, уже несколько лет летчики обучают и местных любителей авиации. Вот что творит вообще? С ума зашел? Вадим, вызывай милицию, пускай его арестовывают, чертовой матери. Разобьется, разобьется. Если сядет, все, кратри ему. Я думаю, сядут не все. Несколько минут зрители с опаской смотрели за тем, что происходит в небе. Не трезвый пилот? В воздухе? Примерно такие вопросы возникали в голове. Уже только после приземления стало понятно, хулигана сыграл Дмитрий Сухарев. Очевидно, только очень опытный пилот может позволить себе такие театральные этюды в небе. Это героизм, будем говорить. Но особенность, если вы про особенности говорите нашего шоу, я считаю, это главное. Это русский летчик, русский самолет и русское шоу. То есть это вот именно, понимаете, все самолеты, которые вот эти есть, это все русские самолеты. Это наша гордость. Вот они как летали в свое время, 50-60 лет назад, и до сих пор они очень актуальны. На сегодняшний день у нас в Антарктиде летает Тан-2. Вот такой самолет. И наш пилот, который здесь, в Сургуте, летает, он управляет этим самолетом там, в Антарктиде, в таких условиях. Ну, вы сами понимаете. Энтузиасты стремительно, как это и положено, летчикам преодолели ряд существенных преград для полноценных полетов и профессиональной эволюции. После строительства аэродрома была создана достаточно эффективная по российским меркам школа для пилотов малой авиации, а теперь уже для высшего спортивного пилотажа. Полоса не простаивает ни одного дня, ну, за исключением дней, которые по метеоусловиям не подходят для полета. А так, у нас в клубе сейчас занимается по спискам 170 человек. Из них 45 человек уже получили удостоверение пилотов СВС, сверхлегкие воздушные суда. От первого занятия до первого самостоятельного полета проходит полгода или год. За это время курсанты постигают необходимую теорию, а затем отрабатывают необходимые часы в воздухе. Как минимум 25 часов налетов должно быть у того, кто готовится получить удостоверение. Дорога в небо для сургутян, которые хотят управлять стальными крыльями, действительно оказалась открытой. Еще один пример того, что если северяне захотят, они свернут любые преграды на своем пути. Очень качественный аэродром и развивается очень так здорово. Просто от года к году. Сургут – великолепный город. Я думаю, что не уступит многим городам в центральной России. Я просто удивлен, что на севере могут быть такие города. Такая оценка от пилотажной группы «Первый полет» дорогого стоит. Команда базируется в Подмосковье и выступает по всему миру. Так что им есть с чем сравнить. В Сургуте «Первый полет» выступает второй раз. Говорят, с удивлением для себя обнаружили, что в северном городе вообще возможно летать и показывать высший пилотаж. Мы провели достаточное количество тренировок. Здесь уже на вашем аэродроме столько, сколько нам надо было. Как сказать, пристрелялись, адаптировались к самолетам. Мне кажется, Сургут – это такое место, где все развивается семимильными шагами. Если делается, делается с большим размахом. Мы сюда приезжаем уже как к себе домой. То есть настолько гостеприимные хозяева, которые нас приглашают. Аэродрома – очень дружелюбная атмосфера. Первый полет – уникальная для России пилотажная группа. Летают на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В составе что ни пилот, то чемпион планеты по высшему пилотажу. То, что в небе выполняют эти ребята, кажется настоящей фантастикой. Молодцы пилоты. Красиво. Хорошо работают. Все замечательно. Такие массы летают просто. И день отлично выдался. Замечательно. Обалдеть. Виртуозы, наверное, своего дела. Мне тебе понравилось. Понравилось, во-первых, традиции. Традиции наши летные. И мы их не забываем. Мы радуемся, что это… Во-первых, у нас в Сургуте мы удивляемся. Столько людей. И все поддержали это мероприятие. И очень приятно, что у нас в Сургуте развивается авиация. Просто учить пилотов взлету, посадку и управлению сегодня это на Боровой считается недостаточным. В прошлом году в городе появилась пилотажная группа «Барсы». Несмотря на то, что средний возраст ее участников 20 лет, у некоторых уже приличный опыт. Например, командир команды, 16-летний Иван Барсов в небе провел примерно 200 часов. Больше всего, мне кажется, это умиротворение, когда ты чувствуешь легкость такую. Но я стремлюсь попасть в УЗД, в гражданской авиации, получить и стать летчиком-профессионалом. Все они мечтают стать такими же, как Ассы из первого полета. А может, даже круче. И то, что в составе «Барсов» только девушки, кроме капитана, придает проекту эксклюзивность. Да, сложно, я не спорю, но это потрясающе. Это так интересно изучать, что как работает, двигается. Потому что, когда ты заходишь в самолет, сам управляешь им, то самолет становится продолжением тебя. Это невероятное чувство. Человек в небе парит, летает. Это действительно потрясающе. Авиация – это такая вещь, что ее нужно пропустить через себя. Если от нее закрываться, то ты ее никогда не почувствуешь и не поймешь. В авиацию нужно быть влюбленным. Я бы хотела в идеале научиться управлять Як-18Т. Также у меня мечта управлять Су-31. Это потрясающий самолет. Ну, как бы, он меня очень заинтриговал и впечатляет. В этом году юные барсы не просто с земли наблюдали за происходящим. В самом начале воздушного шоу они уже выступили в качестве вторых пилотов. Прошли, так скажем, боевое крещение. Небо, самолет и высота – это не может не привлекать даже тех, кто далек от авиации. Но взлетают в небо только по-настоящему отважные и смелые люди. Тем, кто на земле остается с замиранием сердца, смотреть на них и любоваться. Второе авиашоу в Сургуте – полет отличный. Сотни зрителей стали свидетелями действительно масштабного события. После распада Советского Союза об авиации, мягко говоря, подзабыли. В сургутском клубе «Сургутавия» уверены, настало время возобновлять славные традиции покорителей неба. Мы же стремительные люди. Мы стремимся к тому, чтобы то, что мы запланировали какие-то цели, они выполнялись. Было одно авиашоу, будет другое авиашоу. Построили аэродром, запустили самолеты. Кроме этих самолетов мы будем сами строить самолеты. Раз у нас был такой период, когда все у нас приопустилось, приспустилось, на сегодняшний день мы все должны поднять, мы все должны восстановить. Гордость России – это наша русская авиация. Авиашоу – это не только показательное выступление и демонстрация того, чего достиг клуб «Сургутавия». Привлечь внимание к малой авиации, заразить людей любовью к самолетам. С этими задачами шоу на Боровой тоже успешно справляется. И то, что в ближайшие годы клубу «Сургутавия» стоит ожидать новых курсантов, наверное, главный показатель того, что малой авиации в Сургуте быть. Мне больше всего понравилось, как самолет приделали в мертвых. Вот такой поклон. Ты сам не будешь стать летчиком? Для вас, дорогие друзья! Ну, хотел бы. Мне понравилось, как выполняли акробатические упражнения на самолетах. Это очень красиво, наверное, требует большой подготовки. Мне понравилось, как они летали, делали бочку, делали горку. Это был высший пилотаж. Да, я буду летчиком. Ребята, мы вас любим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова